Очередные новости. Значит, что произошло? Я скрафтил себе семблер-чембер, минимальный, ну, один процессор, один паттерн-провайдер. Пришлось также скрафтить паттерн. Я записал несколько паттернов, наиболее часто используемых в МЕ крафтах. Вот. Также вчерашний скрафченный карьер я не утерпел и таки поставил вот сюда копать все мои шахты до дна. Вот. Потом я это засыплю хоблой. Также я докинулся на максимальное количество репеса. Теперь я практически за каждого убитого эндермена получаю одну, а то и больше эндер-перлов. Так что теперь у меня их стало много. Ну и полазил по миру, попытался его исследовать, но мало чего интересного нашел. Единственное, здесь одна вот, один даншик, чуть-чуть квест, наверное, нашелся. Еще обнаружил неприятный глюк. Неприятный глюк был, связанный с голодом. Мне постоянно хотелось жрать. После выхода и перезагрузки Майнкрафта это починилось. Также я сходил в первый мир Мисткрафта и накопал там очень много книжек. Точнее, не книжек, но и библиотек. Нашел кучу символов, но не придумал, что с ними делать пока что. Вот это второй ноутбук, который я нашел. Давайте я солью часть уровней в книжки, которые я там уже накопал. У меня этих книжек теперь столько, что я не знаю, что с ними делать. Где тут эти книжки-то? Вот они, 500 книжек. Кошмар какой-то. Кстати, я надеюсь, что карьер соберет еще и мои факелы, которые я там раскидал по всем шахтам. Так что у меня не придется их опять крафтить. Так. Тридцатка. Аква-финити. Не особо полезно, наверное, сегодня. Анбрейкинг. Полезно. Протекшн-1. Вот. Все уровни слиты. Но вообще, на самом деле, наверное, я неправильно делаю. Надо сделать кое-что другое. XP. Трэйн есть в опенблоках. Да. XP. Дрэйн. Крафтится просто для того, у кого есть аэронроды. Так. У нас и танк из опенблоков. Хотя можно любой, наверное. Не только такой. Обсидиана нет опять. Вот. Сейчас у нас будет обсидиан, немножко танков. XP. Дрэйн можно использовать для автоматика чантмент тейбл из того же опенблоков. Это раз. Во-вторых, не знаю, можно ли этот же самый XP, который из него жидкий получается, использовать вместо моб эссенса. по-моему, нельзя. Но в любом случае, я планировал вообще со всеми модами проиграть, которые тут есть. А то, что я зря их в сборку добавлял, что ли. Только ради половин, там, парочки блоков. Ничего подобного. И... Так мы будем сливать с себя опыт в следующий раз. Что касается всего остального, я все-таки думаю, что надо заниматься решением проблем по мере их возникновения. Вот только проблемы их возникновения, это довольно-таки интересно. Интересный способ измерения, так сказать. Вот сейчас у нас проблема хранения коблы возникнет. Стоит ли его хранить или сразу уничтожать? Самая главная проблема, как мне кажется, сейчас это найти себе все-таки Builders Wand. Поэтому, я не знаю, я хочу наводнить собой Nether, найти Blazor, пограмбить караваны. Во-первых, Blazor дадут мне возможность сделать себе зелье, а зелье это хоть сколько-нибудь да полезная вещь. Так, мне повезло. Вот, гастеров тоже нарубим себе. Вообще, надо вспомнить, в какой стороне у нас были эти. Да, вот там где-то. Кстати, можно будет Голлстона нарубить. Вот и они наши Блэйзи. 4 Блэйзи получил. Где-то тут должен быть еще Блэйзи. Ага. Еще. Уже 6. Это спаунер. Это грибы. Это свинозомби. мертвый визор. Это моя еда. вот эти скелеты берутся. Не люблю скелетов. Ай, больно. И нифрена не видно. Все. Не надо лучше отойти от спаунера пока. Так. Опять у меня подожгли. Я пойду поищу сундучки. Вообще в сундуке скорее всего будет какая-нибудь лошадиная броня. я на лошадях уже давно ездить не собираюсь. Так. Флинт инстил. Понадобится золото. Золото форсарбор. Пускай сами едят. Так. Опять лошадиная броня. Вот Назергород. Вообще обидно что в сундуках только лошадиная броня. Все-таки хотел найти что-то более полезное. Бердивижн сигел, которым я приезжу. Я хочу делить на алмазы. И сундучок. Не пускай. Так. Назергород опять. Айронфорсарбор. Сундучок. И опять Назергород. И опять Флинт инстил. Блин, столько сундучков и ничего нет. Наверное, здесь это не встречается. Здесь встречаются алмазы. Вот это, кстати, чоколайтовский. Прикол. Но там опасно. Я туда пока не пойду. Ничего. Я хочу квантовую броню. Потому же будут такие места ходить. Я, конечно, понимаю, есть те, которые нападают на них. Хотя, не знаю, у меня же есть вот такая штука. Поэтому можно и рискнуть. Ух ты, какая красота. Еданя. Что здесь? Броняня. И еще прикол, что спать в Назере нельзя и стоит сесть на такую кровать, как она взорвется. А тут железная дорога. Можно стрелить кучу рельсиков. Пацаны, не повезло вам со мной. Куча ламазов. к сожалению, кончилось место. Это террельски дорогие руки. Бустер трек. ламазов. Вообще, наверное, стоило покататься на той навагонетке, но я и так, наверное, пойму, что это за американские ламки они все тут построены, понимаешь. Ой, это кажется, Назер Дракон. неожиданно. Еще бы знали, где он, пока он меня не убил. Уходим Таюшки. Где это, что это? Он меня почти убил. неожиданно. Чет. Это было неожиданно. Надо хоть подлечиться. Кстати, с хилен пушен, да? Надеюсь, это поможет. Уей. так, туда я не пойду, он в лаве спрятался. Понятно. Железную дорогу нам не додрабить. Ой, он летает за мной. Все-таки это, все-таки это дракон. Черт, подери. Не в тему он тут. Надо в помещении спрятаться. Лучше походу сваливать отсюда. Только рельсики. Рельсики стырить. Стырить рельсики. Какая-то дрянь опять не пролетела. Вагонетку можно стырить тоже. по-моему, это у них американские обломки такие. Ну, кстати, есть еще одни такие, наверное. Я поиграю. меня подожгли. оттуда этого берется. Валить отсюда. Все. Точно ступо в голову. Она еще и сквозь стены ходит. прогрязает. Вот так, мы ей надаваляли это сейчас, и надавалили неслабо. По-моему, я её убил, да, дракона больше нет, можно грабить караваны. Здесь у меня манюлина нету, как нету манюлина. Интересно, можно ли сделать лук, кобальт есть, кстати, кобальтовый, наверное, можно сделать лук. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Так, раз, давайте из кобальта сделаем себе лук, стринг, так, по-моему, всего одна нужна, если нужно будет 3, сбираю ещё раз, так, партбилдер, стринг паттерн, да, надо больше, материал кост 3, стринг, стреляет ли он обычными стрелами, это раз, и есть ли на нём инфинити, это два. Всё, тул лунда, и болл стринг, по-моему, это всё, что надо. Это единственный вариант лука, который есть правильно, всё. Вот так, раз, стоп, а где мои, а вот они, мои палочки, и раз, и два, есть модифайеры, интересно, что дают модифайеры с этими луками, можно ли поставить лид столом, стоп, отстав, так, стоп, он не заряжаться, ну ладно, это же, по-моему, он не влияет ни на что, а лук можно зарядить, это раз. Интересно, есть ли модифайер, который даёт инфинити, это всё, что меня интересует, если я себе его поставлю, то этот лук будет всегда с собой носить, так, всё, сам он по себе не стреляет. А, есть ли у меня Materials and you, книжка. По-моему, вот это, это самая первая часть, но это нам нужно вторая часть, угу, пик-экс, короче, моток, рапирь, так-так-так, шортбол, модифайеры давайте. Даймонд увеличивает, верант увеличивает, турабилити, это спид, да. Хм, говорят, not usable, ага. Сейчас. Авторепейер не нужен, автосмелк не нужен. Лак. Понятно. Шарпнесс. Кстати, интересно, шарпнесс работает на лук. Фьерри, некротик. Может и полезный. Силки нет. Ринфорсет. Обсидиановая плита, что ли. Кнопбэк с пистоном. Флакс, понятно. Это понятно, это тоже понятно, понятно. Да, без стрелы не работает. Придутся вносить самую стрелу еще. Сейчас мы его протестим. О, корова. Семеночку снял. О, корова. Все. Стрелы можно собирать. Плохо, что нельзя чужие стрелы собирать. Семен, дырим рельсы опять. Кстати, эта шахта опять пересекается с майнкрафтерской шахтой. Ну ладно, будем грабить то, что есть. Вот, испаунер просто, и больше ничего интересного там нет. Ой, блин. Это странный маньяд. О, это хорошо. Это то, что мы хотели. Это гарнет, марганец. Уководство к принтеру. Господи. Какие несметные богатства. Я же коллекционер книжек. Вы забыли? Книжки, медь. Диски я тоже люблю коллекционировать. Ой-ой-ой. Так, диск хромы. Рубины. Ох, всё, можно идти домой. Я нашёл то, что искал. Вот так крипер нас осчастливил. Слушайте, ну... Я не знаю. Прямо. Я ещё никогда не занимался исследованиями. В таких объёмах. Никогда не лазил по этим пещерам. Мне кажется, что как-нибудь стоит заняться. Как альтернатива проседанию на базе. Во-первых, это куча руды. Хотя, мне кажется... Боксид. Что? Серьёзно? Это же лун. Да, это боксид. Теперь я знаю, где надо копать боксид. Я с этой пикой своей, точнее, шпагой. Она же рапира. Выгляжу, как... Какой-то летящий самолёт с ракетой. Или с... Измерителем скорости. В общем, выгляжу забавно. Я спрашиваю, кстати, часто, есть ли цель в Майнкрафте. А какая цель в Майнкрафте? Ну, вы знаете, цели-то тут... Они тут на каждом шагу просто валяются. Не только ваш выбор, считать это целью или не считать. У меня сейчас цель добраться до дому. Довольно-таки достижимая и лёгкая цель. Потом цель построить... Термоядерный реактор, например. Для решения всех аналитических проблем, собственно. Ещё цель докопать... Карьером... Тубы-дролка, например. Тоже не самая сложная цель. Но когда-то она была сложной. У меня даже карьера не было. И возможности выкрафтить тоже. Теперь вот есть, например. Ещё вот цель достроить базу. Изучить все моды, которые в сборке есть. На предметах читерности или не читерности. Ещё в Майнкрафте вы можете собирать игру под себя. Чем я и пользуюсь. Во-первых, для книг надо найти место. Во-вторых, нужно найти место для дисков. Вообще не сделать REC. Вот тоже те цели. Кстати, RedGarn это то, что можно переработать. С целью получения марганца. С целью получения марганца. Из-за сортиновой пыли. Вот он марганец. Тоже как вариант. Я не знаю, кто будет смотреть полчаса обубнения. Вместе с приключениями. Клиппорт. Ставить цели и решать задачи. Вот это, мне кажется, самая полезная вещь, которую мы можем придумать вообще. Так, Pressure plate. Вот. Какие цели? Давайте по-русски. Даже не так. Разработка руды. Вот так. Заправить карьер. Книги на полку. Подставка для дисков. Играть диски чем? Играть диски. Играть диски. Это пока что. Задачи будут еще. Так. Решение проблемы хранения дисков. Вот тут дискрэк. Самое простое. Самое забавное, что вот такой диск, это пластинка, а другой диск, который с буквой К, это дискетка. Палочки. Диск лек. Не будешь я тут все музыкальные центры устраивать, хотя у меня тут уже есть радио, почему бы не поставить рядом диски. Strat. Так, все диски разные. Есть ли у меня еще и диски, диск, нет, больше дисков нет. Дальше Bookshelf, Bookcase называется, у нас из дерева только с плюс, делаем все книжечки, куда мы книжечки будем класть. Да, места не очень много, на самом деле. Так, это можно забрать отсюда. Так, это мы делаем вот так вот. И ищем то, что у нас по одному и является книжкой. Материал Сандью, Волдови Нейшн, Материал Сандью опять, Майки Смелтинг. Какие у нас еще есть книжки. Была еще какая-то про трубы, по-моему, тоже Гогтех. Книжка. Вот это интересно, что за книги, я так и не понял. Далее обзор по моду, Forest 3 Extras посмотреть. Я его добавил чисто из-за того, что там есть более продвинутые графтеры и кусочки, которые дольше не ломаются. Из-за того, что я помню, как я, как сказать, три попытки поиграть назад, использовал такой большой бакпэк, набитый этими скупами и графтерами. Когда учился разводить разные породы. Но больше книг нет. Что-то я думал их больше у меня. Или выкинул, или положил в какой-то сундук. Еще надо будет инструменты вынести куда-нибудь в отдельный хранящий. Потому что они не должны лежать в МЕ-сети. А еще надо сделать, переделать лабораторию. Как бы идея с вот таким вот МЕ-ассемблер-чембером забавная, но в остальном мне тут много чего не нравится. Тут тесно. Здесь очень многого количества машин просто не хватает. Вот это, конечно, удобно. Но я не могу так сделать со всеми машинами. Нужна стенка, в которую вот так будут вставляться все эти штуки. Снизу будет, куда оно будет вываливать. А сзади будет питание. Это для Thermal Expansion. Еще мне нужны такие же для некоторых других модов. Все, что работает на BuildCraft и другое на Wii. Ой. Верните мне мой клипборд. Хотя на нижней полке можно хранить его пока что. Книги на полку, подставка на диске. Все. На сегодня все задачи решены. Все.